Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Наталья Вячеславовна Караваева, начальник управления социального развития администрации Одинцовского городского округа. Здравствуйте, Наталья Вячеславовна! Добрый день, Мария! Очень рада вас видеть в нашей студии. Лето в самом разгаре. Давайте сегодня поговорим о том, как организован в этом году летний отдых Одинцовских ребят. Ну, действительно, летом в этом году прекрасное, теплое, жаркое. Ну и досуг наших ребят тоже разнообразен. Я очень часто говорю о том, что подготовка летней оздоровительной кампании начинается задолго до летнего сезона. Ведь очень надо подготовить много документов, нужно провести конкурсы на приобретение путевок для наших ребят, нужно состыковать все детские объединения, которые работают на базе наших бюджетных организаций. Это организация образования, культуры, спорта, досуговые наши мероприятия, которые тоже предназначены для школьников в возрасте от 6 и до 18 лет. То есть вот такой вот возраст у нас, ребят, который охватывается летним отдыхом. Но получить путевки, я сразу же оговорюсь, о каких-то таких базовых моментах, могут родители, чьи дети находятся в возрасте от 7 до 15 лет включительно. А работать в бригадах по ремонту и благоустройству образовательных учреждений с оплатой труда несовершеннолетних могут школьники в возрасте от 14 до 18 лет. Ну, обо всем немножко поподробнее в нашем с вами разговоре. Конечно, в летний сезон мы планируем охватить различными формами летней занятости до 20 тысяч школьников. И прежде всего, конечно, это самое финансово затратное мероприятие, это приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря. Мы выбираем два направления, когда объявляем конкурсы на приобретение путевок. Это Подмосковье, так как не рекомендовано выезжать за пределы своего региона школьникам и приобретать муниципалитетам путевки. И также это Крым. Прежде всего, бесплатные путевки, которые приобретены, опять же, повторюсь, за счет бюджета муниципального образования, они предоставляются в первую очередь родителям, которые подали через госуслуги заявку на то, чтобы ребенку предоставили эту путевку. Это те семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Более 70% от всех путевок будет предоставлено таким семьям. 30% – это дети одаренные. Повторюсь, в Одинцовском округе все наши детки одаренные. Но подтверждать все равно родителям, когда они подают заявление, нужно обязательно прикладывая грамоты, рекомендации, характеристики какие-то рекомендательные. И после всех состоявшихся официальных процедур приобретены путевки по двум направлениям. Первое – это русский район, лагерь «Алмаз». И второе – это Евпатория, лагерь «Гагарин». Ну, в общем, два направления уезжают наши дети. Уже 100 ребят у нас на море отдыхают. На вторую, и вот сейчас на третью смену полетели по 50 человек. И, значит, уже отдохнули 107 ребят на первой и второй смене в Рузе. И буквально в пятницу наши 83 школьника радостно отправились опять же в Рузу, в лагерь, в Подмосковье за новыми впечатлениями. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, потому что съемочная группа телеканала была на отправке детей и в Крым, и в лагерь «Алмаз». С каким настроением ребята уезжают? С удовольствием. Разгар лета – середина июля. В городе стоит небывалая жара, а это значит, что пора отправляться отдыхать. Автобусы готовы, чемоданы погружены. С минуты на минуту в детский лагерь «Алмаз», который находится в соседнем русском округе, отправятся Одинцовские ребята. Маша и Аня едут впервые. Говорят, привлекла тематика смены. Нас очень привлекала сама смена. Мы рассчитываем на веселую программу и новых друзей. Чтобы найти новых друзей и получить кучу новых эмоций и попробовать, что это такое. Перед поездкой традиционная проверка документов и медосмотр. Необходимые санитарные нормы соблюдены. Этот детский лагерь принимает уже третью смену. Всего уехало на первую и вторую смену 107 ребят. И сегодня 83 школьника радостно отправляются в этот лагерь. Очень повезло с погодой, с природой, хорошее питание. Мы знаем, этот лагерь пользуется авторитетом и на территории всей Московской области. И наши дети приезжают оттуда очень благодарными за предоставленную возможность. Родители такие путевки получают бесплатно. Дети в ожидании интересного летнего путешествия. По окончании смены они все вместе покажут мюзикл собственной постановки. Родители уверены, этот отдых им обязательно понравится и запомнится. Едем первый раз, ей 9 лет. Я очень, конечно, переживаю, но думаю, все будет хорошо. Мы очень довольны, что есть такая возможность, есть такая сейчас услуга, что можно детей отправить на хороший, качественный отдых. И при этом еще не волноваться за них, потому что лагеря всегда проверяются. В лагерях прекрасное питание, хорошая программа и анимационная. И вот в данном случае это наукоград будет. Поэтому я думаю, что все будет прекрасно. Дети очень ждали этого. Этим летом Одинцовские ребята отдохнут не только в ближайшем Подмосковье, но и на Черном море. Сегодня у нас не только ребята поехали в лагерь «Алмаз». 50 школьников отправились в Крым на море, тоже в лагерь в Евпаторию. И мы пожелаем им хорошего отдыха, здоровья, замечательных друзей и всего самого-самого хорошего. А родителям не нужно беспокоиться. Наши дети в надежных руках, вожатых и воспитателей. Наталья Вячеславовна, есть ли в этом году изменения в отправке детей в летние оздоровительные лагеря с учетом пандемии? Да, безусловно. Но вы помните лето 2020 года, когда вообще мы находились настолько в подвижном состоянии, поедут наши дети в лагеря, не поедут. Если поедут, то как? Наполняемость этих лагерей. То есть очень-очень сложно все было. В этом году, опять же повторюсь о том, что заранее планировалась вся летняя оздоровительная кампания и заранее были приняты стандарты, по которым дети попадают в оздоровительные лагеря. Ну, прежде всего, в загородных оздоровительных лагерях наполняемость не более 75% от проектной мощности. Все члены команды оздоровительного лагеря должны предоставить справки, и ПЦР сдать о том, что у них отсутствует ковид. Приветствуется большинство, чтобы сделали прививки от ковид. Не рекомендуется делать выезды бригад, которые работают на территории оздоровительных лагерей. Но и к ребятам тоже есть свои требования. Но это наша стандартная справка У-057, которая всегда берется, прежде чем ребенок поедет в лагерь с анапидокружением. Но и в этом году, опять же, он тоже должен иметь справочку о том, что у него отсутствует ковид. Особенно это касается выезда на море в Крым. Это обязательное условие, без него просто в самолет не посадят. Наталья Вячеславовна, почему были выбраны в этом году для отдыха одинцовских ребят русский лагерь «Алмаз» и лагерь в Крыму? Хороший вопрос. Вы каждый год мне его задаете, каждый год я отвечаю. Все идет со стандартными процедурами закупки путевок в детские оздоровительные лагеря. Эти лагеря вышли на конкурс и выиграли аукцион. Наталья Вячеславовна, если мы обратим свое внимание на летние оздоровительные лагеря, которые находятся на территории муниципалитета, к ним тоже повышенное внимание и, безусловно, комиссия администрации округа выезжала неоднократно перед началом работы, перед открытием сезона и проверяла на соответствие всем требованиям этих лагерей. Вот как обстоит дело сейчас, все ли в порядке, как проходит отдых ребят в этих лагерях? Да, мы прекрасно помним, насколько скурплезно мы относились к проверке четырех загородных оздоровительных лагерей, которые находятся на нашей территории. И прежде всего они обязательно, лагеря, должны быть в реестре загородных оздоровительных лагерей Московской области. Это у нас палаточный лагерь военно-патриотического направления, который находится на территории парка «Патриот», лагерь настоящих героев. Это лагерь «Радуга», это лагерь «Орленок», который под Зенигородом и лагерь, который называется «Объединенное королевство», который существует на территории пансионата «Лесной городок». Четыре лагеря. Первый лагерь «Патриот» он принимает ребят со всей Московской области, в том числе туда скоро поедут и наши ребята, и отдохнут там и девочки, и мальчики. Но смены там есть как девичьи, так и мальчишеские смены. В лагере «Радуга», который находится в Никольском, там в этом году отдыхают ребята из Москвы. Ребята, которые находятся в трудной жизненной ситуации, это представители детских домов города Москвы. Они приезжают туда со своими воспитателями, вожатыми, и, в общем-то, для них это тоже наша гостеприимная земля, стала вторым летним домом. В лагере «Орленок» отдыхали ребята, это были детки из семи сотрудников МЧС. Замечательная смена, лагерь в этом году отметил свое 70-летие. Очень тепло отзываются ребята о сменах, на которых они находятся. 21 день маленького счастья. И лагерь «Объединенное королевство» – это коммерческая структура, и туда родители приобретают путевки, в том числе и наши жители могут приобрести туда путевки. Лагеря все пользуются большим уважением и спросом, как у родителей, так и у администрации Зенцовского городского округа. Я предлагаю посмотреть сюжет о том, как комиссия работала над подготовкой лагерей к открытию сезона. Спасибо. Потому что вы неоднократно выезжали и делали замечания, и снова приезжали проверять. Да, мы смотрели прямо в самую суть. Просмотр документации и отчет об исправлении выявленных во время прошлой проверки недочетов. Так начинается работа межведомственной комиссии по проверке детских лагерей на территории Одинцовского округа. Отчет о проделанной работе на телефон, на WhatsApp или Telegram. Англо-русский клуб «Объединенное королевство» в лесном городке откроется 30 мая. В первую смену здесь ждут более 180 детей от 7 до 16 лет. Они будут отдыхать и изучать английский язык в течение двух недель. К замечаниям комиссии в лагере прислушались. У нас не было установлено таблички. На момент, когда мы отправляли фотоотчет в администрацию, мы установили самодельную табличку. Сейчас мы получили табличку по ГОСТу. Будет установлена табличка в цвете по ГОСТу. Корпус, который не достроен, доступ в него закрыт. Окна первого этажа все заколочены, закрыты. Вход туда невозможен. То есть дети туда не смогут попасть. Они в принципе туда не смогут попасть, потому что дети все время находятся под присмотром. В Звенигородском Орленке, оздоровительном лагере для детей сотрудников МЧС, для отдыхающих запланировано две смены по три недели. Свои двери для 202 ребят он откроет 29 мая. В этом году лагерю исполняется 70 лет. Минимальные замечания, которые были у комиссии в прошлый раз, здесь устранены. Не везде была выкашена трава. Трава – это дело такое. Сегодня выкашиваешь, а через неделю возвращаешься и начинаешь уже по новой. И второй момент были не все малые формы прокрашены, у нас качели. Поэтому мы постарались и все исправили, все прокрасили. Радуга в деревне Пронская в этот раз станет работать для московских детей-сирот. Будет проведено четыре смены. Первый заезд для 95 детей состоится 2 июня. Лагерь, подготовленный за месяц, полностью готов принять ребят. Естественно, у нас уже не будет ни кастропа, и о них нельзя. Радуги не будет также нельзя. Наши сотрудники должны будут проходить, обязательно проводить анализы уже на ПЦР, обязательно, и обязательно на ротоноруастровирус. Это работники столовой. То есть мы, хочу сказать, что полностью готовы. А в Кубинке на территории парка «Патриот» для ребят от 12 до 16 лет 2 июня откроется тематический полевой лагерь героев. В каждой из семи смен по 12 дней здесь сможет отдохнуть по 288 подростков. При этом заполняемость каждого лагеря по новым нормативам СанПин будет не более 75%. Не смогут ребят навестить и родители. Однако это не должно стать помехой для отличного летнего отдыха. Все четыре лагеря, которые будут осуществлять свою деятельность в период летней оздоровительной кампании 2021 года, приняты. Все лагеря готовы к приему детей. А это значит, что в них созданы все условия безопасного отдыха, содержательного, с интересной программой, хорошей подготовкой. И наши ребята будут там интересно отдыхать, вкусно питаться. Но самое главное, что родители не должны тревожиться о их здоровье и жизнедеятельности. Наталья Вячеславовна, Вы уже сказали в самом начале нашего интервью, что одна часть одинцовских ребят, конечно же, отправляется отдыхать в летнее оздоровительное лагеря, а вторая часть активно трудится. Да, активно трудится на базе наших образовательных учреждений. Уже очень много лет выделяются из бюджета денежные средства на оплату труда несовершеннолетних от 14 лет. Их рабочее время выстраивается в соответствии с законодательством Российской Федерации. И наполняемость их труда тоже должна соответствовать их возрастной группе. Конечно, работать в тех условиях, которые для тебя адаптированы, своей родной школе, понимая, что ты приносишь ей пользу, помогаешь подготовить школу к новому учебному году. Для ребят и комфортно, и интересно, и содержательно с точки зрения финансового вознаграждения. И теперь немножечко о деньгах. Прежде всего, это заработная плата полторы тысячи рублей. И материальное поощрение в размере четырех тысяч рублей. Вот пять с половиной тысяч они получают за счет муниципалитета. Но также и Одинцовский центр занятости выплачивает материальное поощрение в размере 2250 рублей. То есть, 7750 рублей наш ребенок получит за адаптированный труд в течение месяца. Наталья Вячеславовна, наши Одинцовские ребята будут отдыхать в летних оздоровительных лагерях до конца лета и вернуться уже в школы отдохнувшими полными силой энергии. Да, и отдыхать в оздоровительных лагерях они будут до конца лета. И все наши объединения, которые работают на базе образовательных учреждений, на базе культурно-досуговых учреждений, спортивные будут также проходить сборы. То есть, вот 31 августа, конец летнего сезона. И 1 сентября, здравствуй, школа! Спасибо вам за интересное интервью. Спасибо вам. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.